Ио, друзья, ио, подружки, с вами, как с вами, Диего, Аркер Профессиональный. Я нахожусь на официальных серверах Арк Апокалипсис. И, как вы видите, вверху, значит, сам меня на плоту вместе с моим лутом. И Вадим, когда где-то лежал, размотал в какой-то китайоза. Что же я хочу сделать в этом выпуске? Я тоже хочу выполнить небольшой челлендж. Давайте так сделаем. Я спавнюсь на пляже, и к концу ролика мы посмотрим, что я буду иметь за лут. Но к концу ли этого ролика, я не знаю. Потому что я хочу выпустить для вас небольшую серийку выживаний на Арк Апокалипсисе, но практически без монтажа. Ну, естественно, это сделано для того, чтобы ролики выходили чаще. Потому что, как вы понимаете, монтировать это долго. Вы любите контент, вы любите Арк, вы любите смотреть меня. Поэтому попробуем без монтажика в прямом, как говорится, эфире, будто побегать, пофармить. Обязательно ставь лайк и подпишись на канал, если не подписаны. А мы будем спавниться и начинать смотреть. Давайте пока что сделаем пробежку. Просто хотя бы оценим, что где происходит. Я понял уже, что где происходит. Мы не заспаунились на синем обелиске, потому что там слишком высокая загруженность. Гиенодончик. На тебе, по жопе! Там плод какой-то. Ну, давайте оглядимся сначала здесь. Это получается недалеко от зеленого мы, да, заспаунились? Да, нас сюда отбросило. Оглядимся, что здесь творится. Если что, просто пешкандрапом пойдем в сторону синего. Это и будет первым нашим роликом на сегодня. Будем сейчас брать любой лутецкий, потому что мы бомжи, к нам требуется все. Дудошку сейчас тоже что-то днем. Ну, чтобы первичную кожицу получить. Вот так вот. Чтоб за малахитовым столом он произвел все, что видел во сне. Сны мастеров. Сны мастеров подоражат кровь. Ой, извиняюсь, ребят. Наверное, вам надоели уже все мои песни. Ой-ой-ой, смотрите, кошак там какой-то бегает. Собирается попить. Это значит, что сейчас высокие рейты здесь включены. Это нам только на руку. Так, немножко дерева давайте. Солома. Деревяшка. Чуть-чуть, поди дерево. Чуть-чуть. Нам на кирку тогда хватит. Давай солома. Одна солома. Кирка, кирка нужна. Чуть-чуть дерева. Чуть-чуть. Вот маленькая крошечка. Ну, крошечка. Ну, какая солома? Ну, что ты творишь? Деревяха, хреново ты. Блин, одну солому дает. Там вон Голливимусы прыгают, что-то веселятся, резвятся. А я тут все бью, бью, бью. И не могу никак добыть то, что мне надо. Персонаж уже устал. Давай. А ты не сможешь съесть за малахитовым столом. Палихалия, наконец-то. Я думал, кто-то встает. Никто там не встает. Кирка. Сейчас припомню. О, лучевский сразу лучина. Давайте так в такое приоденемся. Дубинку не будем делать. Нафиг она нам не нужна. Сейчас с помощью кожицы выйдем в нормальную одежду. Так, что это там за светяшки такие были? Так, камни у нас предостаточно. Нам нужен кремень. Сейчас долбанем кременька. Это бутафорская скала. С нее ничего не добыть. Это тоже обычные камни. Шапка крафтится у нас. Нормально. Замедляют нас. Не дают, не дают винуться в бой. Замедление пошло максимального уровня, максимального образца. Это выпуск не будет какого-то пляжного бомжа. Это выпуск такого максимального, минимального развития. Смотрите, еще один плотецкий. Может тут что-нибудь надыбаем? Так это моторка. Это вообще богато живут. Ничего нет. Нифигашечки. Это аркапокалипси. Здесь все дропают. Такие наглецы здесь играют, что просто пипец. А других не думают. Им лишь будут взять и дропнуть что-нибудь. А что что-нибудь? Все дропнуть. Я заметил, мы с Вадиком выживали на конквестах. Там никто ничего не дропает. Ты подходишь к верстаку зараженному, там все будет лежать. И металл, и шерсть, и кожа, и все, что тебе надо. Здесь хрен. Потому что это бешеные китаезники в основном носятся и все дропают. Выкидывают, как говорится, у детский. Шаб за малахитовым... Да ладно, ладно, хватит. Додошку нужно найти. Додошвыли. Какую недодошняшку такую, чтобы мы могли болу себе сделать, ну или... Или что-нибудь нормальное. Опа-на. А может мы себе оленя притомим на Х5-то? Че, давайте в оленя, наверное, выйдем. Увидим оленя, притомим. Че, ты дашь кожицу? Не агрится. Не агрится, смотрите, собака эта на меня. Но их можно заколотить, у них вроде не так много ХП. Не висись, пыль не поднимай. Прими стрелу с честью. Прими удар, как мужчина. Собака какая носится. Динго-донго бешеная. Ребята, это дикая собака, поэтому не надо ее жалеть. Если бы вы попали в беду рядом с ней, она бы вас загрызла. Поверьте мне. Она бы вам не показала выход из леса. Она бы предпочла вас съесть. А вы ее жалеете. Че ж так и лагаешь-то, а? Лагающая ты, зараза. Во-первых, стрелы мои отдай. Пять штук сюда, на базу, обратно мне. Так, мало-мало кожица. Есть. О, так мы сейчас сет сделаем себе кожаночку. Мы сейчас кожанку сделаем. Ни хрена там посыпалась. А вон еще бежит. Зоозащитник какой-то. Динго-донго. Ты че, родственница ее, что ли, какая-то? Впрягаешься, а? Уйди отсюда. Или тоже отхватить хочешь? Тоже кожицу нам тащит. О, сюда. Лук запасной на всякий случай возьмем. Пригодится. Так, наркострелы мы пока брать не будем. Что нам надо? Волокно. Волокно сейчас срубанем чуть-чуть. Покусим, как арки профессионально. Давайте вот так вот. Я вас учил, как правильно косить. Сервера лагают, как не в себя. А вы что-то писали про не офф, про айон. Типа там лаги. Ребята, тут офф и лагают просто как не в себяшечку. Так, давайте. О, волокно нормально у нас. Все, можем теперь делать балосину. 12 штук. Сейчас по максимуму делаем. По максимуму все правильно. Но балосина кожу заберет. Ну, а при помощи сейчас вот этого мы сделаем еще себе. Да. Вот, например, смотрите, бежит на нас мосхопс. Берем на балосуарарас. Блин, лагающие сервера вы, а. Шо ты будешь делать? Че ж они так лагают-то? Все, производим максимальное вшатывание для того, чтобы у нас было много кожицы. Как говорится, много, не мало. Что? Ты с каких пур в ответ даешь, мосхопс? Вы видели, как он нам втащил? Надо его поджарить срочно за такое. За такие мувы. И добиваем стрелочкой. И все, началась беготня вот эта вот. Так, мосхопс, далеко не уходи, потому что мне нужно будет стрелы свои обратно забрать. Все, добываем кожицу. Нам она нужна, чтобы сделать себе броню. Че ты, Скорпионс? Это тебе не Мартал Кома, здесь Скорпионс Винс не будет. Здесь Уин Диего, только Диего. Че это за раздротка? Нифига себе, просто размотали ее в щепулю. Такую раздротищу устраивает. Так, это просто птерчик или челик? Нет, это просто птерчик. Так, нам нужно волокно опять. Ну, как всегда, чего еще в арке может не хватать, кроме как волокна? Ты давай ко мне не ползи, я ж тебя вижу. Ползет он. Думает, что незаметный такой воин. Вот бозен какая-то. Трансмиттер стоит свой. Кошка. Че, кошку эту используем как первую живку? Не думаю, не нравится она мне. На кошке не хочется. Сразу, если оленя найдем, то будем оленя использовать. Че у тебя там? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну к нему не попасть, видите? Полностью окружен. А что-нибудь вкусненькое наверняка бы у него там лежало. О, котелочек. Так, сюда, лутецки, сюда. Ну, да. Я уже говорил, тут ничего не найдешь. На этих серверах все подропано, все полутано. Тамилка. Это что, починено, что ли? Здесь тоже дырок нет. Они через верх залетают, разматывают. Им даже, видите, дырки ковырять не надо. Это такие противные рейдеры. Мне нужны травы побольше. Опа, пацанчик. Шо это мы тут лежим? Дерево принес. Дерево меня не интересует. Покосим, покосим. Шо прям одно волокно шло. Наркоберки нужны. Во волокно идет, сыпется прям. Все, делаем бронечку себе. Наркоберек тоже много. Мы уже такие при порядке. Дерево дофигища, поэтому выкинем. Потому что, чтобы нам можно было бежать. Ягоды лишние бросим. Все, мы вроде можем хорошо бегать, да? У нас все отлично с этим делом. Ну все, в принципе, теперь мы по пвпши сможем. Додашвили. Что, ты можешь мне что-то дать? А я могу тебе хэддик дать. Из додушек тоже кожа сыпется. В таком приличном количестве. Ну, сорок, смотрите. На дороге не валяются, как говорится. Правильно, не валяется она на додошке. Так, птерчик, хренерчик. Там верстак был? Да, да, да. Опа, карна. Там был верстак. Мы можем, в принципе, ковырнуть метальчик, но мы этого делать не будем. Мы пойдем просто искать себе олененыша. Давайте немножко камня добудем. Для того, чтобы мы могли сразу ступку сделать. Есть. Ступочку делаем вот эту вот. И сразу же площадочку для этой ступочки. Карнач прям высоко забрался, но у него в планах, наверное, обратно побежать. Потому что не просто так он делает эти мувы, движения. А знаете, что я придумал? Может, давайте с вами по берегу пойдем? Просто пойдем по бережку. Поплывем даже, я бы сказал. У нас есть вот плод. Должен быть плод у нас, должен быть. Ну-ка. Деревянный плод. Берем. Что там не хватает на него? Волокно и дерево. Но это нужно идти к пляжу. Поближе к пляжу. Так, какой уровень паразавр? 130-й. Не. Если найдем паразавра меньшего уровня, мы его притомим. Пусть с нами на плоту плывет и сканирует. Показывает ребятишек, которые там уснули. Волокна немножко покосим. Ой, сразу 120. Капнуло, как говорится, на кэш. Все, волокна у нас предостаточно. Нужно дерево рубануть теперь. И быть нужно, знаете, поближе к воде. Чтобы мы успели плод поставить. Прежде чем забьемся всем этим. Потому что как только плод скрафтится, все. Пиши пропало. Весь инвентарь загрузится. Потому что он весит очень много. Вот сейчас, видите, мне нужно просто бежать к воде. Иначе сейчас, видите, инвентарь у меня забьется. Вперед, вперед, вперед. Не будем давать возможности инвентарю забиваться. Потому что... Ну, не хочется потом стоять и очищать его. Так, так, как Скорпионс. Нет, не успеваю. Вот и все, стали мы. Видите, в ФК. Так, я уже говорил. Скорпионс-Винс не будет. Поэтому даже не думай ко мне подходить поближе, Скорпион. Это будет файталити. Но в твою сторону. Видите, я их заранее предупреждаю. Этих Скорпиошек всяких. О-о-о-о, его просто съела эта гиена. А почему он агрессирует? Тут же нету их Саровичей поблизости. Почему ты так наглеешь? Или на дикую живку они свободно нападают? Так, давайте. Седой Адмирал, значит, у нас выпуск, посвященный Седому Адмиралу. Так, а что вы там достали из него? Есть что-нибудь полезное? 13 стрел, конечно, есть. Так, починим топорик. Не можем. Дерево нет. У нас вообще его по нулям, что ли? Где-то я выбросил его. Вот так, заберем дерево. И теперь чиним. Ремонт... О-о-о! Паучара! Сейчас наше выживание, ребят, быстро закончится. Паук же не болостится, не болостится. Паучок-чок-чок, дурачок-чок-чок. Ну ладно, Седой Адмирал прям за ним поплывет, потому что мне пофиг. Попробуем забить чего. Паук не болостится, а пацаненок болостится. Мы вроде и не слабые воины. Если что, попадем и болосом по нему. Под водой нету там никого. Видите, как он активно полетел? Прямо как будто он знает, что он может кого-то размотать. Но он не знает, что здесь плывет Седой Адмирал Диего. А может и знает? Может он знает? И напинать мне хочет. Что у него, естественно, не выйдет. Ой, ребята, ихтики, смотрите, из воды высовываются. О-ох! Он ушел? Да, он ушел. Мол, он даже не пытался вам ничего сделать, поэтому не бойтесь. Там шипы какие-то томили, наверное, какую-нибудь живочку, может? Или что-то вытворяли? Нам это неинтересно, нужно плыть дальше. Там за болотом в основном строят. Иногда базенки оставляют плоты, в них мы сможем поковыряться. Если их зарейдили не китайские, а какие-то борцы за справедливость, то тогда мы даже Лутецкий там можем обнаружить. О, он Трайчевский, смотрите. Трайк какой-то в воде стоит. А ну давайте к нему. Что ты там, Трайк? Какие секреты ты таишь? Сейчас Седой Адмирал все прочекает. Посмотрит. Мне кажется, он просто выпал с плота. Как скажет Вадик, но в трайке может быть лут. Да, вполне возможно в трайке может быть лут. Его видите, почти забили уже. 211. Бондуам какой-то. Мамодоу. Так, что это за название Трайба? Ну, я думаю, нужно зарубим Трайка топорами ему сделать. Он на агре. Или нет? Нет, он не на агре. Значит, можем попинать его. Нет, он не на агрессии. Давайте попинаем. Зарубим Трайка топорами. Это Трицератопс, да еще и с седлом. Может быть с хорошим. Поэтому не знаю, сколько у него ХП, но... Побьем, побьем. Вдруг там хоть какой-то лутецкий есть. Примитивный, да лут. Всякий лут хорош, вы сами понимаете, да? Так, а ты в воде гореть будешь, интересно? Не. Арк такое предусмотрел. Зарубим, значит, Трайка топорами. В Вадиковой школе. Так, на плод. Восстановим стамину. Че? Ты че, с ума сошел? Че это он решил меня бодать? Стоял, стоял, а тут че-то надумал. О-о-о-о! Выживание окончено. Please don't kill me, I'm new. Сработало, смотри. Отвалил он от нас? Да, отвалил. Он не понимает, что я никакой не new. Я даю трындулей. Давайте эту Трайка добьем, чтобы он там не плыл просто так, без дела. Но опасное дело, вы видите, даже тенегривы рядом ходят. Здесь в воде мы тенегривы не забьем. Никаким образом. Даже не просто никаким, никоим образом. Так, нет, не имеет смысла стрелять. Мы попадаем ему прямо вот в этот загривок его. Которым он и танкует все подряд. Да, мы попадаем прямо в загривочек вот. 20 стрел. По ногам давайте стрелять. Попадаю вроде в ноги. Слишком близко Трайка нельзя подпускать. Иначе он нам плод поломает. Че за лаги? Есть. Запинали Трайка, че там в нем есть? Нифига, только наркоберки. Слушайте, заберем седло на всякий случай давайте с собой. Сундучок надо какой-нибудь поставить. Есть возможность такая? Есть. Поставим такой дежурный сундучок здесь. И даже запирать его не будем. Для того, что если б нас шатанули, они ничего не забрали отсюда. Так. А мы ж можем, смотрите. Вот так мы сделаем. Себя обезопасим. Здесь ступочку разместим. И в ступочке пусть уже делается то, что нам и надо. Вот так вот. Как говорится, нам это и надо. Ремонтировать. Четыре стрелы всего лишь, непорядок. Будет восемь. Пипец, мало. А че не хватает у нас стрелы на эти? Кремень. Кремень добыть легко. Вот так вот. Высыпайся давай кремешек. Камень. Ну какой камень? Мне нужен кремень. Блин, еще камень. Я шкиркой бью. Ну что за дела такие? Еще камень. Да, да, да. Мне ж камня столько надо. Есть, кремень привалил. Давайте сложим камень сюда весь. Немножко оставим на дежурные болосы, если придется крафтить. И сделаем стрелочек себе. Ну 20, думаю, будет предостаточно. Так, здесь все крафтится. 10 уже есть. Делаем стрелочки. И вперед. Лагает серваки, пипец. Я немножко себя обезопасил. О, плотецкий. Знаете, он так еще стоит. Прикольно. Будто он приплыл. Пришвартовался. Барионикс, нет, нет, нет. Ты не можешь сейчас начать меня шатать. Не можешь, не можешь. Он может. Он все может. Я просто понадеялся, что он меня услышит и не станет. Так, там еще один Барионикс. Поэтому я не знаю, стоит ли мне вообще из-за руля вставать. Что он там, прогрызан? Прогрызан целиком и полностью. Все хорошо, что я не вставал из-за руля. Мы в болото в это заплыли, ребят. Я не знаю, как отсюда теперь выбираться. Нам нужно выплывать и по большой дуге выплывать отсюда. Да, мы заплыли прям в самое болото. Куда эта сарка спешит? По каким делам? Крокодилием. Ну вот как бывает. Я не туда заплыл, теперь я не могу уже выбраться отсюда минут 10. Но вот беру и тыркаюсь по всем этим островкам Лангерганса. Придется по длинному пути оплывать. Это очень длинно. Вон туда сейчас. Видите, они вот все практически такие, что не проплыть тут. Так можно и на мель сесть. Давай, давай, просачивайся. Нет, вот видите, не просачивается. Приходится по длинному пути оплывать. Это очень расстраивает. Специально так сделали разработчики или это косяк? Я не знаю. Но мы будем плыть. Что нам еще делать? Вот тут я, наверное, тоже не проплыву, да? Ну, ну, чуть-чуть, ну, проплыви-то. Есть. Хотя бы здесь. А здесь? Тыркается. Но проплыл. Тыркался, тыркался, но проплыл. Итого, мы из врагов встретили кого уже? Бладсталкера, воинственного, мощного, который, в принципе, нас даже не заметил. И тенегрифчика. Не знаю, был какого он уровня, но, кажется, паренек в кожаночке находился, да? Мне кажется, у него даже не железный доспех был. Может, поэтому он не стал с нами ввязываться в битву. Фиг его знает. Так, ну мы оплываем по длинному пути. Теперь прямой курс будет на синий обелиск. Сначала мы к джанглу 3 пришвартуемся, посмотрим, что там на джангле 3 есть. А потом уже будем думать. Здесь, в принципе, деморфодона можем шатануть. Но они, видите, мы с Тамарой ходим парой. Начнем бить одного, подлетят другие. А нам много деморфодонов не надо. Это что такое? Что это такое там в воде? Вы тоже это видите? Кто-то было здесь, кто-то нырнул. Или что это? А ничего это. Это просто светится какой-то камень в воде, блин. Так, Апразухус. Агрессивно летает там по воде. Что-то хочет намутить. Какое-то плохое зло сделать. Этот, видите, вот на поверхности воды лежит. Ему ничего не надо. Он даже агрессивно не настроенный. Они на плоту нас не чувствуют. То есть нападать на нас не хотят, получается. А мы все и плывем, плывем к своей цели, ребята. Ой, кого-нибудь найдем. Я предполагал, что в этом ролике мы уже кого-нибудь мочканем. Но думаю, что в этом ролике будет только разговор и плавание. А в следующем уже начнется шатание. Пока что мы отыгрываем роль седого капитана. Мы сделали себе судно, ну и плывем на эту битву. Не знаю, зайдет вам такой формат или нет. Напишите в комментариях. Если я увижу хотя бы больше пяти комментариев по типу Огонь, делай такой формат. Или вы наберете 300 лайкосиков за пару денечков. Я сразу пойму, что он вам нравится. Это ведь не ПВЕ даже, это ПВП. Если кто-то скажет, какое ПВП? Каким-то ПВЕ занимаешься. Ребят, это официальный аркопокалипсис. Где в любую секунду сюда сейчас прыгнет Тенегриф. И расшибет мне все выживание. Знающие люди это понимают. Поэтому не будут писать какие-то гадости. Я же хочу давать вам контентик. Практически на каждый день. И не получается каждый день монтировать что-то хорошее. У меня есть пара роликов, они скоро будут смонтированы. Вот там будет действительно годный контент. А этот, это просто для общего веселья, общего разнообразия. Поэтому не буяньте особо. Let's play парку, тоже хорошие ролики. Конечно. Вот знаете, что я думаю? Что вон за тем местом, за этим болотом нас уже ждет топовое какое-то приключение. Поэтому, ребят, я понаглею, имею наглость сказать вам. Огромное спасибо, друзья, за просмотр. Этот ролик подходит к концу. Потому что по времени он уже затянулся. С вами был, как-то, Диего. Аркер профессиональный. А мы с вами увидимся на новом видео. Обязательно набирайте 300 лайкосиков на ролик. И следующий не заставит себя долго ждать. Уживание там продолжается. Вон там кто-то уже прыгает. Увидимся. Всем пока-пока. Ля, какой-то еще один брошенный плод. Может там что-то есть, а? Ля, какой-то еще один брошенный плод.